Чей этот дом? Ваш? Нет, я его снял. Правда, потом мне пришлось переехать в Англию. А почему пришлось? Потому что я не собирался жить в отеле. Тогда почему переехали? Чтобы быть рядом с вами, отсюда контролировать ситуацию я не мог. Боже мой! Лев! Это тюльпаны! Да, тюльпаны. А еще вы любите пионы и гвоздики. Тюльпаны Тюльпаны Тюк-тюк-тюк-тюк! Есть, и чтоб это не было. Вот так. А как я здесь оказалась тогда, в первый раз? Лев, вы меня чем-то напичкали в баре. Ну, почему напичкал? Дал вам снотворное. Простите, вы же Марина Покровская? Вы детективы пишете. Я вас по телеку видела. Можно автограф? Да, конечно. Как вас зовут? Катя. Я же говорила, это она. Да по какому праву вообще вы? Вы что себе позволяете? Маня, 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 подождите, я должен был быть просто уверен, что вы мирно спите, а не гоняйте по городу в поисках преступников. Я вас сейчас убью. Я вас на мистер тоже. Тихо, тихо, тихо. Даже не подходите ко мне. Подождите, если вы меня убьете, тогда вы ничего не узнаете. А так я смогу все объяснить. Ну, или почти все. Сядьте. Тихо. Благодарю. Маня, дело в том, что мы с Эмилией Дмитриевной долгие годы были очень добрыми друзьями. И пустить на самотек расследование ее убийства я никак не мог. Точно так же, как позволить вам рисковать собой. Убийца мог заинтересоваться вами как свидетелем. А, правда? Да. А с чего вдруг такая забота, а? А позвольте мне пока не отвечать на ваш вопрос. Я хотел обезопасить вас хоть на короткое время, поэтому привез сюда. Вытащил сим-карту из телефона, дабы умерить вашу активность после того, как вы проснетесь. Я рассчитывал, что раскрою убийцу за день, вечером вернусь, все вам расскажу. А получилось так, что вы сбежали. В итоге я убийцу не нашел и вас недооценил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я думала, я сошла с ума. Вообще, Лев, это свинство. Да, согласен. Ну, совсем чуть-чуть. Допустим. Вы друг тети. Но вы же могли ее и убить. Мок. Но, если вы так жаждете продолжать расследование, вам самой предстоит выяснить, убийца я или нет. Вы ужасный человек. Нет, я не ужасный, я... Я просто занудный. Я ведь вам говорил, продолжайте писать книги. А то совершенно нечего читать. Ну, как это нечего читать? Очень много прекрасных книг из замечательных, талантливых авторов. Например? Алекс Ларер. Не читал. Ну, а вы почитайте. Не буду. Да нет, почему же? Жизнь коротка, а у меня еще столько греков не читано. Не обижайтесь, Мань, я... Я люблю детективы. Обо всем остальном я могу найти, что почитать и без современной прозы. Она порой необоснованно многозначительна. Мне нравится, когда сначала подлый преступник отравляет жизнь хорошим людям, а потом этого негодяя убивает киллер. И киллер, в принципе, убивает только плохих людей. В этом я не вижу подвоха, не вижу... Простите, пожалуйста, попытки меня надуть, выдать ординарный текст за какую-то большую философию. Детективы не прикидываются великой прозой. Что это? Надо полагать, это музыка. Маня. А вы... Вы серьезно? Сейчас серьезно. Нет, Лев, ну, простите, у меня нога. А мы попробуем, очень аккуратно. Я вам помогу. Не спеша встаем. На две ноги. Оп. Хорошо. Хорошо. Не болит? Не болит? Не болит. Ну, а что же мне теперь делать с тростью, которую вы подарили? Ну, вам никто не запрещает ходить с ней для форса. Слушайте, Лев, кто вы на самом деле? Скажите. Я по образованию журналист. Часово-часу не легче. Но в средствах массовой информации никогда не работал. Маня, дело в том, что я... Все с такого заклада. Алекс? Маня, ты готовишься к похоронам? А что ты тут делаешь? А я... Это не важно. Нет, Алекс, это важно. Ты что, меня выслеживал? Нет, я искал тебя. Нам надо поговорить. Здрасте. Отойдем с тобой. Алекс, я хотела бы вас представить друг другу. Это Алекс Ларер, в миру Александр Шенгирей. А это Лев Граф. Граф Лев. В миру? Да. Да. Пойдем, пожалуйста, я... Я приехал, как ты хотела. В том-то и дело, как хотела я. Не так, как хотел ты, а как хотела я. Мань, ну давай сейчас не будем устраивать сцен при... ...похоронном агенте. Я люблю вас, Ольга. Я люблю вас, Ольга. Как одна душа поэта. Значит так. Это не похоронный агент. И это очень хороший человек. Вы знаете, Лев, я вот часто себе говорила. Манечка, родная моя, а что ты хочешь? Ты же живешь с гением. Гениальность — это болезнь. Это ты должна служить ему, а не он, тебе. А потом, Алекс, ты знаешь, я один раз себя спросила, а готова ли я служить? Честно, без лицемерия. Мань, ну ты просто устала. Нет, ну, Алекс, ну как ты не понимаешь? Я не устала. Мне надо от тебя внимание, поддержка и внимание. Но ты не можешь меня поддержать, потому что ты занимаешься только собой. Это твой выбор. Лев, будьте добры, тросточку, которую вы мне подарили. Спасибо. Да, кстати, следить — это подло. Ну что? Что-что? Ну что там? Маня. Маня? Угу. Маня, все. Поехали. Вот ваш паспорт. Давайте телефон, я симку вставлю. Мань, право слова, я... Я не думал, что так получится. Да вы-то тут ни при чем. Ну да, я тут ни при чем. Знаете, Лев, мне еще нужно поехать кое с кем встретиться. Расследование еще не закончено. Машина в вашем распоряжении. Эмилия передумала? Жадность взяла верх, но я так и знала, не упустит она своего, ваша гадалка. Тогда я буду у вас через полчаса. Учтите, говорить я с вами буду только о гонораре. Никаких вопросов по деле. Как скажете? Маня? Маня, спасибо вам огромное. Марфа не отходила от Вольки ни на минуту. Да на здоровье. Марфа, ты мне лучше скажи, как прошла ваша прогулка с Сергеем Петровичем. Да хорошо прошла. Он спросил мой номер, я сказала. Понравился инженер-мостостроитель? Непримиримый борец с неопознанным. Ну, он очень хороший человек. Значит, понравился. Да я его совершенно не интересую. Просто Марфа похожа на его дочь. Лёля, для барышни из Каргополя ты слишком раскидываешься питерскими кавалерами. Да какие кавалеры, Маня? Правда. Не надо выдумывать. Выдумывать? Моя профессия, Лёленька. Дюша! Ничего себе! Ну, это я, Маня. Уснял? Ба! Вот так встреча на Эльбе. Да, а что ты тут делаешь? Катаешься на просторах? Да если бы. Была бы моя воля, я бы покатался. А, нет, ну правда. Ты тут работаешь? Как каторжный. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Здравствуй, Коля. Слушай, Мань, а хочешь, я тебе экскурсию проведу? Погоди, а ты кто тут есть-то? Я-то? Президент. Ну, холдинг у меня. Вакуумные установки делаем для газовых аппаратов. Пойдем покажу. Пойдем, пойдем. А я с собакой. Маня, тебе можно. Проходи. Чувствуй себя как дома. Какая тут красотища. Здорово, орлы и орлицы. Добрый день. Полчаса меня не беспокоить. У меня гости. Смотри. Значит, тут у меня проектировщики сидят. Здравствуйте. А вон там у меня бухгалтерия, плановый отдел и снабженцы. Ну, а это, собственно говоря, мои апартаменты. Проходи, проходи. Не стесняйся. Впечатляет. Так, какими судьбами? Решила поменять свою печатную машинку на газопровод? Нет. Я пришла пообщаться со своей подругой. Да, она твоя сотрудница. Представляешь? Так давай ее вызовем на ковер. Как зовут подругу-то? Ирина Горохова. Ишь ты. Работать надо лучше. Так мы, получается, почти что родственники с тобой. Дюш, у нас тут заказчик слетел. Ира-то подождет. Давай с заказчиком попозже разберемся. К тебе подруга явилась. Здрасте. Дюша, а можно мы с Ирой пообщаемся наедине? Ладно. Общайтесь. А я пока пойду поруковожу малость, чтоб народ не расслаблялся. Угости подругу кофе. Ну и что за цирку устроили? Вы что, знакомы с Эдуардом Владимировичем? Да, знакома. Зачем вас Эмилия прислала? А могу я задать вам? Несколько вопросов. Каких вопросов? Когда вы были на приеме у Эмилии, вы видели ее в последний раз? Первый и последний раз. Вы же там были и слышали, она отказалась мне помогать. Она сказала, что вы затеяли какое-то черное дело. Мои дела вас не касаются. Если вы здесь, я так понимаю, она передумала? А вы обещали большие деньги. Я так и знала, что как только Эмилия увидит сумму прописью, сразу забудет про свои принципы и сделает все, что мне нужно. Ну, Эмилию убили на следующий день после вашего прихода. Убили? И мы пытаемся выяснить, кто это сделал. Вы из полиции? Нет. Я у Эмилии никогда не была. Я вообще не понимаю, о чем речь. Вы извините, мне работать надо. Ирина, понимаете, Эмилию задушили, и мне очень важно найти, кто это сделал. Я вам еще раз повторяю, никакой Эмилии я не знаю. Вас вижу первый раз в жизни. Понятно. Не смею больше вас отвлекать. Извините меня, пожалуйста. Волька, за мной. Еще и с собакой приперлась. Ну что, Волька, мы с тобой отличную команду. Эмилии, давайте взяли нагрузку. Полина. Ой, это вы. Глазам не верю. Да, я боялась, что вас не застану. Ой, так хорошо, что вы приехали, Марина. Это просто замечательно. Да, только назвайте меня Маня. А вы меня, Поля. Мы сейчас чай организуем, самовар поставим. Вы любите чай из самовара? Да, Полечка, я очень люблю чай из самовара, но у меня сейчас не очень много времени. Вы не могли бы уделить мне несколько минут? О, тогда присядем. Конечно. Слушаю вас. Я сейчас попробую вам все объяснить. Ну, хотя нет, объяснить у меня, наверное, ничего не получится. Мне это очень нужно для расследования. Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Детективного. Для нового романа. Почти. Поля. Так. Вы что-нибудь мне можете рассказать вот об этом человеке? Где вы взяли эту фотографию? У Ирины Гороховой. Мы с ней знакомы. Это ваша подруга? Это моя сестра. Хип-хоп – это главная музыка планеты. Никакие комменты не смогут пояснить суть ее философии. Это надо видеть. Кара, как к тебе Маня пришла? Поцепишь комментом? Ага. Хеллоу. Привет. Задрали меня ролики эти молочу, как баба Карла. Им все мало. Кара, я монтирую и выкладываю. Давай. А кому мало? Ну, кому? Подписчикам-фолловерам. Собачка. Ясик, если у меня будет собака, я буду любить тебя еще больше. А тебя что прислали-то? Мы же вроде четвертого договорились. Обстоятельства изменились. Мне надо с тобой поговорить. Говори. Ну, хотелось бы наедине. Ну, говори скорее. У меня сейчас еще одна съемка. Эмилию убили. Да ты гонишь. Задушили. И это не шутка. Кара, кто тебе ее порекомендовал? Надюха, подруженца моя. А что такое-то? Скажи мне, а ты звонила ей после прошлого визита? Так, все, нафиг эти вопросы. Ты что думаешь, это я его хайдокала? Или похайпить на мне решила? Кара, послушай, я разобраться хочу. Но ты же сомневаешься, что Исон тебе пара? Кара, человека убили. К Эмилии приходили люди. Ты в их числе. И Исон тоже приходил. Ты давно его знаешь? Недавно мы в Монако познакомились. У него команда дэнсеров. Хип-хоп отжигают. А что тебя в нем смущает? Да не знаю. Мне семья нужна. Детишки. Ясик красивый, значит, детки будут красивые. Добрый не дерется. Не дерется, значит, добрый. Что ты еще про него знаешь? Да в том-то и дело, что ничего. Волька, не спеши. Ой. До свидания. Еще раз тебя с Карой увижу, убью, поняла? Че, твоя гадалка своего жениха припасла, что ли? Только со мной шутить не надо. Об стенку, как соплю, размажу, ясно? Че молчишь? Ясно? Ясно. Что будете пить? Чай, кофе, вино? Может быть, сеньора желает что-нибудь покрепче? А-а-а-а, чай. Сеньора. Доставочка, любезная сеньора. Распишитесь. Курьер. Вы работаете курьером. Бывает. Бывает, работаю. Ну, точнее, подрабатываю. Как хорошо-то. Сто лет не была на воде. Угу. Марфушенька, смотри, там растральные колонны. Марфа, а вот это Петропавловская крепость. Болька, смотри, а там крепость. Кто этот приятный молодой человек? Это клиент Эмилий. Он пришел к ней и сказал, что ищет свою мать. А она его выставила. Сказала, что он врет и что у него в кармане оружие. Так и было. Да. Он врал, и у него в кармане был газовый пугач. Как думаете, Лев? Она видела? Не знаю. В последнее время я стараюсь не отрицать все категорически. Ваша тетя была хороший психолог. А я последний раз на севере плавал. На Мараэсах. Ой, а что это такое? Это малые рыболовные сейнеры. А. Мы на них ходили на Дальнем Востоке. На Гатинской бухте. Китов видели. Надо же. А мне очень хочется в Кушкинские горы. Я там никогда не была. Ну, значит, поедем. Да пуского тут рукой подать. Как хорошо, что вы не сняли самый большой в мире атомный ледокол Арктика. Ну, да. Он как раз ушел к полюсу. Кто вы такой? Подпольный миллионер-корейка? Нет. Я издатель. Обыкновенный издатель. Правда, мое издательство находится в Париже. Ну, наконец-то. Что вы издаете? Детективы. Ну, не смотрите так на меня, мой. Я приходил к Эмилии поговорить о вашей персоне. Рассчитывал вас заманить к себе, предложить выгодный контракт. Первоначально мой интерес был сугубо коммерческим. А потом я влюбился в вас с первого взгляда. Так бывает? Получается, что бывает. Ну, значит, вы говорили с Эмилией обо мне? Да. И что она вам сказала? Ну, она считала, что вы должны заниматься своим любимым делом, а вы ленитесь, прячетесь за житейской суетой. Она волновалась за вас, потому что такие подмены наказуемы. Как продвигается ваше расследование? Мне кажется, что оно зашло в тупик. Я расследовала все, кроме убийства тети. Здрасте. Здравствуйте. Извините. Извините. Ничего ничего. Кортензии тут. Я прям любуюсь. У меня у самой этой дачи срода не было. А у Феди моего участок загляденье. Присаживайтесь, Вероника. Извините. Руки уберите. Я прекрасно могу идти сама. Надеюсь, мне объяснят, что тут происходит. А, это вы. Опять. Здравствуй, Ира. Привет. Ирина, Эдуард Владимирович пригласил вас по моей просьбе. Я так и знала, что это ваши происки. Так, это что такое? Ирина, я прошу прощения, но отсюда никто не уйдет без моего разрешения. А вы вообще кто такой? Лев Сергеевич? Присядьте. Как только закончим, все будут свободны. Учтите, я этого просто так не оставлю. Суровая барышня. Да. Я понимаю, что кое-кто пришел сюда без удовольствия, и тем не менее, я благодарен всем присутствующим за то, что никто не отказался от встречи. Да я бы стопудово отказалась бы, если бы спонсор не позвонил. Ну и зачем же вы нас здесь собрали? Чтобы поставить все точки над «и» в причинах смерти ясновидящей Эмилии. Она была моим добрым другом. И мы пытаемся разобраться, кто мог ее убить. Мария Алексеевна, начинайте. Я встречалась с каждым из вас для того, чтобы понять, был ли у кого-нибудь мотив для убийства. Ольга задолжала Эмилии крупную сумму денег. Да. Сергей Петрович ненавидит экстрасенсов. Вероника Павловна была обижена на Эмилию за то, что, заплатив за сеанс, она не получила желаемого результата. Уже получила? Да. Ирине Эмилия отказала в выполнении ее черного дела. Вранье, никакого мотива у меня не было. Но, во всяком случае, Эмилия знала, что вы хотите сделать, и этим было для вас опасно. Полина, ваша сестра задумала заполучить Эдуарда Владимировича и убрать вас со своего пути. Порча, сглаз, проклятие, эдакие жены, любовные привороты для мужа. Ну, как-то, по-моему, так, да? Все, хватит. Выпустите меня немедленно! Отпусти ее. А вот это уже похоже на признание. Я не удивлена. Однажды Ира уже пыталась это сделать. Полин, называй вещи своими именами. Однажды она это сделала. Пять лет назад наша Ира увела меня из семьи. Я не знаю, что тогда она меня нашла. Но поступил я, как полнейший мерзавец. Полина была тогда беременна, и когда узнала... В общем, ребенка мы потеряли. Господи, какой кошмар. А потом, потом Дюша сильно разбился на мотоцикле, и Ирина мне его вернула. То есть, как вернула? Он что, чемодан, что ли? Обыкновенно. Привезла, сказала, забирай. Мне такой не нужен. Ты женатый и ухаживай за ним. Полина меня выходила и простила. Нас теперь отбойным молотком не разделить. Да. Но Ирина, видимо, другое мнение. Так, стоп. Снято. Ну, вы все молодцы, конечно. Только я-то тут при каких делах? У меня-то мотива точно нет. Да ты, Карр, вообще ни при каких делах. При делах твой возлюбленный, Ясон. Он в этот день заказал посылочку. А в посылочке была дурь. Наркотики. Дело уголовное и подсудное. И он дал курьеру адрес Эмилии на всякий случай. Ну, если вдруг что случится, чтобы на него не подумали. Правильно? Солнышко, я тебя тут подожду, да? Ясон рассчитывал дождаться и перехватить посылку у тети. Но Кара его выставила. Пошел вон. Посылку принесли. Так называемая закладка была сделана в игрушечной собаке. Эмилия это поняла, достала наркотик и выкинула ее. Куда? Выкинула. В унитаз спустила. Собственно, глазами видел. На следующий день Ясон пришел за игрушкой и стал случайным свидетелем того, как тетя отдала собаку Ольге. Оля, гладите хатэ и думайте о заветном желании. И еще. Отдайте это Марфе. Отдайте, отдайте. Отнять игрушку он побоялся, но проследил. И потом заявился к Ольге с поддельником. Вертай назад, что у ведьмы взяла. Не отдашь, я тебя и крысенку твою на куски порежу. Напугав Ольгу до полусмерти, этот негодяй искал в комнате собаку, а Ясон стоял на стреме. Она? Да вроде она. В итоге к наркотикам наш танцор добавил себе еще и разбой. Черт, пусто. А это вы не докажете. Меня там никто не видел. Леля. Похож? Вот, пожалуйста. Марфа тебя нарисовала. Кара, не хотела тебе говорить, но в тот день после сеанса Эмилия мне сказала, что твой и Сончик никуда не годится. Реш. Вас познакомили специально для того, чтобы он прикарманивал твои деньги. А это правда? Да урод! Ну что ж, пока Мария Алексеевна устанавливала мотивы, я зашел с другой стороны и пытался установить, кто же в принципе мог совершить это убийство. Ну и кто же? Точно не вы. Вы в тот день уехали на стройку и пробыли там до позднего вечера? Совершенно верно. Ярку водил динамическими испытаниями моста. Да. И были там на виду. Вероника Павловна с двумя своими подругами пошла в кино. Да. Отсутствующая Ирина в этот день занималась фитнесом, потом со своим тренером ушла к нему домой и пробыла там до утра. Кара, вас я лично встретил на вечеринке в честь открытия нового ресторана. Точняк. Забыла напрочь. Мы там так ужрались. А этот, кстати, был со мной. Да. Когда я пришел, как раз этого оттуда выносили. А вы, Ольга Александровна, в этот день вы были в стоматологической клинике и пробыли там до полуночи. Я там убираю три раза в неделю. Таким образом, получается, что у всех фигурантов этого дела есть алиби. Кто же тогда убил Эмилию? Манюнечка, жаль моя. Ух, все краше и краше. Да у тебя-то я тоже смотрю, вон и погоны сияют. Ну что, Игорь Владимирович, как мне к тебе обращаться-то? Генерал-губернатор или ваше высокопревосходительство? Да прекрати ты, ну, обращайся как хочешь. Все одно тут. Хоть и звезды большие, а заботы те же. Тут все бумажные волоки-то разгребать. Ты садись, а то стоишь, как по полной на именинах у архиерея. Как перебралась в Москву. Совсем про старика забыла. Виновата. Ну, это само собой. Приехала бы по-человечески, посидели бы с тобой друг с другом, поговорили. Ну, так, видишь, в трудах вся аки пчела. В трудах, говоришь. Только баки мне заливать не надо. Кабы в трудах была, ты бы к Эмилии, царствие небесное, секретарствовать не поехала. С ужином-ряженом беда огорчения. Что, опять печатную машинку поделить не можете? Как всегда. Сканируешь ты меня на раз. Да чего мне тебя сканировать? Знаю тебя, как облоплено. Так, ладно, по существу. Давай. Ну, просьбу твою я, конечно, выполнил. И опера твоего котейка на разговор пригласил. Сейчас должен прибыть. Только, Манюня, овечка ты моя ненаглядная. Ну, что ж ты опять не в свое дело-то ледишь, а приключения на свою пятую точку сооружаешь? Ты же знаешь меня. Ну, не могу я, понимаешь? Не жить, не спать спокойно, пока он по земле ходит. Я бы, я бы его собственными руками подстушила. Понимаешь? Манюня. Манюня. Разрешите, товарищ генерал-майор? Заходи, капитан. Ну, представлять друг друга у вас, я так понимаю, не надо. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Да, здравствуйте, Николай Михайлович. Так, обрисовываешь капитану, котейка суть проблемы и далее до свидания передашь бразды правления профессионалам. Как получится. Товарищ генерал, если с ней что-нибудь случится, меня мое начальство в лоскутке порвет. Капитан, я с твоим начальством, если не дай бог, что проблему урегулирую. Это ты не боись. А если с ней что-то случится, я сам тебя на лоскутке порву. А вы же запись камеры, что у подъезда висит, вы проверяли? Конечно, проверяли. В данный временной промежуток никто на лестницу не входил и с лестницы никто не выходил. А соседний подъезд? Там просто можно через крышу. откуда знаешь? Сама лачила? В соседних парадных записи тоже изъяли. Сейчас их отрабатывают. А можно посмотреть? Вы же их взяли с собой? Да, конечно. Здесь никого нет. Да. Следующий временной промежуток. Да, тут тоже никого нет. Так, дальше. А можно вот это? Ну, назад. Вот так. Да, и ну-ка, покрупнее, пожалуйста. Вот это крупнее. Крупнее. Стоп. Игорь, я знаю, кто убил тетю. Товарищ генерал. Что? К ней кто-то подошел. Пунктальности стервец не отличается. Сделай погромче. В общем, вы тогда ушли, я подумал. Где-то я видел эти глаза напротив. А потом, да, вспомнил. В телевизоре вам никогда не говорили, что у вас очень выразительные глаза. Я бы с удовольствием написал ваш портрет, если бы не суборное обстоятельство наше знакомство принесли. Будайха-шан. Один из семи богов счастья, бог веселья и благополучия. там внутри золото. Вам известно? Вы из-за этого золота Эмилию Поливанову убили. Чушь, ерунда, идиотская, не суразица. При чем тут золото? Мне счастья в жизни не хватает. Уважаемая Мария Алексеевна, обыкновенного счастья. Я вообще не собирался ее убивать. Если бы ваша Севилла отдала мне его по-хорошему, все кончилось бы без кровопролития. Но она же начала сочинять, что Хатеридия сам выбирает себе хозяина, что она тут ничего не решает. Она пыталась меня обмануть, спрятала его. Нет, нет, нет. Она действительно отдала его другому. Глупо. Очень глупо поступила ваша тетя. Что вы за него хотите? Мы договоримся. Если вы ответите на мои вопросы... Спрашивайте. Скажите, как вы узнали о Хатерии? От знакомой Сереги Шорохова. Она была клиенткой вашей ясновидящей, мадам. Когда она пришла, Эмилия отдала ей почесать животик толстяка. А знакомой оказалась искусствоведкой. Сразу поняла, что вещеца непростая она. Тогда я узнал у Сереги адрес и пошел посмотреть сам. Боже, какая прелесть. Прелесть. Слушаю ваш вопрос. Видите ли, глубоко уважаемая Эмилия, я художник, и уже давно так сказать не в фаворе, так вот, может быть, существует какой-нибудь способ возбудить движение энергетических слоев, призвать вдохновение? А ваша тетка была не промах. Сразу поняла, что я пришел не за вдохновением и выставил меня за дверь. а я пришел во второй раз. это вы? если на прием, то он закончен. У секретаря запишитесь. Я все-таки зайду. А дальше следственные органы, я думаю, уже восстановили картину преступления. Хватит так грустно, мадам. Давайте, ходите, хатэ. А, ну, тетя сказала, что хатэ сам выбирает себе хозяина. Помните? Я думаю, мы с вами слегка подкорректируем этот постулат. Маня! Алекс? Какого черта? Мин, тебе кое-что сказать. Капитан. Леша, гони! Ужри! Руки! Меня! Отойди! Ужри! Такой! Нет! Ты все, а? Алекс, ты мог все испортить. Стоять! Маля Алексеевна, все хорошо? Капитан, быстро! Дальше мы с вами. Руки! Что ты хотел у меня спросить? Мань, поехали с вами на Москву, А может быть, в Париж? Ну что, жаль моя героическая поехали в управление. Нам с капитаном надо записать твои показания. Ну, ну, не надо, ну, не надо. Я могла бы остаться, но я поехала с генералом. Привет, старик. Эмилия считала, что ты волшебник. Глупая ты, женщина Мария. Никакого волшебства не существует. Все это мракобесие. Существует лишь наша способность верить в чудо. то есть, главный вопрос, можем мы верить или не можем? Главный вопрос, Мария, это как ты начала писать и откуда берешь сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok